Всем здрасте! В этот прекрасный солнечный день я хочу поздравить всех девочек, девушек и женщин с праздника 8 марта. Будьте всегда красивыми, любимыми, а у меня для вас самый долгожданный подарочек. Я не просто так сегодня нарядилась, потому что именно сегодня мы коротко и ясно разберем тему, которая уже выросла в формат эпидемии общероссийской девочки. Красные губы! Это классические красные губы, которые всем идут, демократичные и очень сексуальные. Вначале всегда слегка затонируйте губы. Можно остатками тонального крема на бьюти-блендере и можно чуть-чуть припудрить. Теперь вопрос о карандашах. Карандаш должен быть в тон вашей помады, либо чуть-чуть, ну может быть на один оттеночек темнее. Если у нас контур будет чуть-чуть потемнее, то губы будут выглядеть немножечко объемнее. У меня два любимых карандаша. Первый вот такой Шесейда, а второй в маке цвета Брик Кирпич. Следите за тем, чтобы карандаш у вас всегда был очень хорошо наточен. Сразу говорю, что сейчас будет действие очень странное и даже немного забавное. Но для того, чтобы научиться рисовать себе симметричные губы, такая техника вам действительно очень пригодится. Потому что далеко не каждый может орудовать карандашом как циркулем и сделать так, чтобы губы были действительно симметричные и ровненькие. Итак, поехали. Первое, что мы делаем, это прорисовываем галочку верхней губы. Карандаш старайтесь держать максимально перпендикулярно губам. Тогда он будет чертить, а не размазывать цвет. У вас обводка получится очень четкая. И, кстати, все это мы будем рисовать на сомкнутых губах. Дальше опускаем перпендикулярные линии, чтобы у нас получился такой бантик. Теперь смотрите, две половинки этого бантика должны быть абсолютно симметричны друг к другу. Это основная точка, задающая вашу линию. И если эти две части будут несимметричны, то губы будут несимметричны тоже. Теперь по контуру нижней губы, ровно по ширине этого бантика, проводим горизонтальную линию. Остальное все уже будет подниматься наверх. Теперь небольшими штрихами обводим ровно по своему контуру. Опускаем здесь. И поднимаем снизу. Один из секретов идеальных по форме губ, это то, что верхняя и нижняя губа должны быть по размеру абсолютно одинаковые. Разница только в этой галочке. Поэтому, когда вы начинаете уже сводить обводку на контур, периодически отвлекайтесь и следите за тем, чтобы у вас губы максимально были одинаковыми. Следующий этап. Выводим линию из уголка губ. На верхней губе наверх, на нижний вниз. И теперь повторяем то же самое, пока у нас линии не сойдутся в одну. Чуть-чуть вниз. Чуть-чуть наверх. И с другой стороны. Вот. Теперь делаем линию внутри чуть-чуть более широкой. Мы можем губы немножко увеличить или скруглить дополнительно по форме. Но, запомните, что изменять форму губ можно только в тех местах, где плоский рельеф. Здесь и здесь. Чуть-чуть. Теперь растушевываем все ватной палочкой. Стираем наш бантик. Короче говоря, растушевываем внутренний контур нашей обводки. И теперь наносим помаду. Две мои самые любимые красные помады. Продаются в маке, в линейке матовых помад. Первая более демократичная. Цвет называется Russian Red. Говорят, любимая помада Мадонны. И второй, мой очень-очень любимый. Это цвет Ruby Woo. У меня, как у визажиста, все помады в формате расчлененки. Набираем помаду на кисть. Кисть либо специальная для губ, либо в художественном магазине купите синтетическую кисть. Размера примерно 6. Овальная, плоская. Сначала в центр. Набираем еще и наверх. Тоже в центр. Теперь предельно аккуратно по контуру губ. Очень важно, чтобы кисть у вас полностью лежала на губах. Тогда она будет помаду раскладывать очень ровным слоем. Теперь возьмем обычный бумажный носовой платочек. Или мягкую салфетку. Она обычно многослойная. Вот отдельно мы кинем один вот такой слой. И ровненько промокнем. Это делается для того, чтобы закрепить первый слой. Излишки жирных текстур из помады впитаются в салфетку. И на губах останется максимальное количество только цвета. И давайте еще дополнительно через такую салфеточку припудрым. Салфетка в данном случае будет выступать как тончайший фильтр. И самые мельчайшие частички вашей пудры пройдут через этот фильтр. И ровным слоем лягут у вас на губах. Тем самым закрепляет первый слой. А это очень важно, если вы хотите, чтобы ваша помада оставалась матовой. И вам не нужно было ее поправлять каждые 15 минут. И теперь наносим второй слой. И всегда дополнительно продублируйте контур губы, особенно в зоне уголков, капелькой консилера. Конечно же с помощью кисти. Это кстати очень важный момент, потому что красные губы это тема такая сложная. И чтобы они не выглядели вульгарно, они должны быть очень четко очерчены. Не забывайте о том, что красные губы всегда требуют идеальнейшего тона лица. По другому никак. Я надеюсь, что у вас все получится. И может быть уже сегодня вы пойдете на ужин в компании 100% оружия массового поражения. С 8 марта, девочки, и до новых встреч!